Карьера Ксении Качалиной началась очень ярко и многообещающе. В начале 90-х, в эпоху нового авторского кино, Качалина проявила себя как многогранная характерная актриса. Ей рукоплескала Европа, а коллеги называли одной из ярких звезд своего поколения. Росла Ксения спокойной и тихой девочкой. В подростковом возрасте с Ксюшей произошли перемены. Она попала в плохую компанию, которая хулиганила, прокалывала шины, разбивала окна в магазинах и подъездах. Правда, долго хулиганить Ксюше не удалось, так как ее задержала милиция. А после этого девочка-подросток попала в спецПТУ. Сама Ксения называет этот период самоутверждением. Тогда родители в панике отвезли дочь на перевоспитание к тете и дяде, деревню. А прожив около года в селе, Ксения остепенилась. Вскоре Ксения поступила во ВГИК. Будучи студенткой, снялась в первом своем фильме «Нелюбовь» 1991 года. В том же году Ксения снова появилась на киноэкранах. На этот раз в роли проститутки, которая была влюблена в бунтаря-революционером в фильме «Тьма». В обеих картинах укачалены много откровенных сцен. Во время интервью она призналась, что такие сцены ей давались легко. Когда доверяешь режиссеру, одежду снимать в кадре просто. В 1992 году Ксению позвал свой проект-арбитр Иван Ахлобыстин. Ну а в 1993 году вышла на экраны одна из лучших работ Качалиной «Дикая любовь». Кинокартина эта снималась в Киеве. Актриса играла девушку Машу, которая проживала в интернате и влюбилась в парня из богатой семьи. В 90-е годы каждый год с участием Качалиной выходила новая картина. О фильмографии актрисы 18 проектов. А в 2007 вышел последний на сегодняшний день фильм с участием Качалиной. Больше актриса не снимается в кино. У Ксении было всегда много поклонников. Первая любовь случилась у актрисы еще в школе. Но по-настоящему сильно она влюбилась лишь в институте. Однако те отношения нельзя было назвать крепкими, так как Ксению с молодым человеком через пару лет после знакомства разлучила работа. Ее актриса не смогла отодвинуть на второй план. А во время съемок «Арбитр» у нее закрутился роман с Иваном Ахлобыстиным. Молодые люди вскоре стали жить вместе. Но расставание было не за горами. Иван улегся своей будущей женой Оксаной Арбузовой, которая, кстати, была однокурсницей Ксении. Скоро и сама Качалина выскочила замуж за музыканта. Правда, брак распался через пять лет. Ксения ушла от мужа уже беременной. А затем и новый удар. Новорожденная малышка не прожила и трех дней. Тогда актриса уже была знакома с Михаилом Ефремовым, с которым ее свела судьба на съемочной площадке фильма «Романовы». Ксения стала четвертой женой Ефремова, подарив ему в 2000 году дочку. Правда, брак артистов распался после четырех лет семейной жизни. А сразу после развода Качалина забрала дочь и уехала в Гуа, где жила долгое время, наездами бывая в Москве. На новом месте Ксения пыталась устроить личную жизнь. У нее даже появился бойфренд. Дочь училась в английской школе. А когда доходы от аренды квартиры стали падать, она решила вернуться обратно в Россию. Однако на родине Ксения не встретила того понимания, на которое рассчитывала. К тому же режиссеры не торопились приглашать актрису в новые проекты. Боль от прошлых потерь, неустроенность в жизни привели к тому, что Качалина начала вести асоциальный образ жизни. В итоге бывший супруг принял решение забрать дочь в свою новую семью и оформил над девочкой опеку. По словам Ксении, Михаил обманом вывез ребенка, сообщив, что вместе они едут на фотосессию. После этого дочка перестала навещать свою мать. Из-за пристрастия к алкоголю и наркотикам бывшая звезда телеэкранов сильно постарела и осунулась. В мае 2020 года ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» вновь напомнило зрителям о культовой актрисе эпохи 90-х. В передаче речь шла о том, в каком бедственном положении оказалась Ксения Качалина. В ее когда-то роскошной квартире в центре Москвы царит полная разруха. Актриса сама приняла участие в программе и призналась, что пьет, много курит и после расставания с дочерью живет отшельницей. А главной своей трагедией жизни считает развод с Михаилом Ефремовым. Он заботился о ней до того, как сел в тюрьму. Кстати, Качалина не раз в интервью подчеркивала, что не считает его виновным в той аварии. На сегодняшний день Качалина не снимается в кино. Остается только надеяться, что актриса найдет в себе силы справиться с зависимостью и, возможно, вернуться в кино. О чем она, кстати, до сих пор мечтает. Сегодня 3 мая Ксении Качалиной исполнилось 50 лет.